Привет, танкисты! С вами 40тон, и сейчас мы рассмотрим очень-очень любопытную ситуацию, которую, когда вы поймете, вы лучше будете соображать, что вообще происходит вокруг вас в рандоме, и меньше будете психовать, лучше будете разбираться. Посмотрите, у нас есть нуба-сотка, который сидел только что вот здесь в сейве, и у него было более 2000 хп, но он предпринял гениальное решение выйти на открытое место под 4 вражеских арты, одна из которых барабанная, и на перезаряженного АМХ-50Б. Так вот, я прекрасно понимаю, что он сейчас сложится, посмотрите, как происходит. Ну-ка, 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 давай, сёточка, покажи, что ты можешь. Ну вот, пожалуйста, он сложился, и мне теперь нужно ждать отсюда АМХ-50Б, и самое такое, что я могу сделать, ну, самое умное, пожалуй, в этой ситуации, это сделать ему нежданчик, потому что засада, она всегда дает преимущество в игре. И я хочу, то есть я свожусь сюда, и планирую увидеть засвет, вот ставлю на паузу, увидеть засвет АМХ-50Б и моментально его убить, так, чтобы он не успел ойкнуть. Это создаст хорошее преимущество в игре, то есть без него там останется сотка ИТ-110Е5 из моего клана, а я командир этого клана, ну, в общем, такое, довольно интересно. Так, итак, я жду АМХ-50Б, я его жду-жду-жду, немножко промотаю, и вот сейчас, посмотрите, нормальная скорость, да, вот я паузу ставлю, сейчас он будет появляться. Внимание, вот приготовились, да, вот как это было в обычной нормальной скорости. Нажимаю, вот я жду. Опа! Это как? Это что такое произошло? Вы видели, как это произошло? Отмотайте, посмотрите еще раз. Ну, естественно, он меня засветил, я стою, посмотрите как. Все, он скрылся и не собирается высовываться. Я, мне вперед-назад, даже не важно как, я, просто, мне некуда деться с этого, с этого пяточка. То есть, я, не поджаться здесь некуда, ни вперед, ни назад, ну, просто нету места, где скрыться. Хорошо, а теперь я хочу, ребят, чтобы вы задумались. Многие говорят, это просто поздняя отрисовка танка из-за лагающего компьютера. Но посмотрите, пожалуйста, посмотрите. Ведь у меня FPS, ну, в каком-то углу, в верхнем, левом, шикарное количество FPS. У меня очень-очень мощный компьютер. Это не мой компьютер, но это компьютер один из самых дорогих, какие бывают. У него 16 гигабайт оперативной памяти, у него 12-ядерный процессор, у него 4 гигабайта видеопамяти у видеокарты. То есть, ну, все шикарно на самом деле. И теперь я прошу, чтобы вы задумались. Есть большая разница. Одно дело, прямо в бою, когда вы играете, идет обмен данными с сервером, который находится за тысячи километров от меня, в частности. Я не живу в Москве, да, я живу в Алматы, в Казахстане. Получается, ну, у меня могут быть лаги какие-то, пакеты могут там теряться, но все равно от сервера потом приходят пакеты. И даже если я вижу лаг какой-то, что танк вот по нему попали, он ваншотный, по нему арта попала, он поехал, 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 через секунду приходят пакеты все-таки с обновленной информацией. Его возвращают назад, он взрывается, из него вылетает ХП и он труп. Вот таким образом происходит, то есть лаги. Но, когда у меня записан реплей на компьютере, этого не может больше быть. Почему? Потому что пакеты данных правильные, нужные, пришли и они записались. То есть не записалось видео того, как это было с лагами, а записались правильные данные с сервера. И когда я воспроизвожу реплей, никакого пинга нет за тысячу километров там с лагающим интернетом. Есть воспроизведение реплея по вот этим техническим данным с сервера, которые вот уже по правильной информации, вот уложена правильная информация. И это лежит на моем винчестере, на моем компьютере, его непосредственно сразу воспроизводят. И получается никаких лагов быть не может. И когда произошел засвет, тогда он и произошел. То есть если на сервере засвет произошел раньше, у меня в бою лагануло, в повторе все будет вовремя. И лично для себя, у меня сейчас нет этого реплея, он из старых версий, я его удалил. Но лично для себя у меня есть тому доказательство. Когда у меня в бою было противостояние один на один с объектом 261. Я заряжался быстрее, благодаря тому, что у меня все прокачано и боевое братство стоит. Я выстрелил и в общем снаряда не было, а он выстрелил, меня убил и я проиграл. Когда я воспроизвел реплей, я увидел, что у меня не было выстрела, я не стрелял. То есть когда я нажал кнопку, у меня клиент, он должен отрисовать это. Вот бах, выстрел есть, но данные он отправил на сервер, а на сервер ничего не пришло. И сервер не вернул назад данные, что да, выстрел убил, ничего этого не было. То есть клиент у меня поспешно отобразил, а оказалось, что это зря. На самом деле выстрела не было и меня убили уже. То есть не успели пакеты дойти, ну потерялись пакеты, в общем обновление не произошло еще, а тот меня уже убил. И вот таким образом получается я слился. То есть это как бы доказательство того, что, ну для меня лично, что из реплея воспроизводится все правильно, а в бою могло быть с лагами. Так вот, для себя я определился, что при проигрывании этого реплея никакой ошибки не было. И все правильно отобразилось. Так теперь вопрос, почему вот у меня есть гора, да, из-за нее должен выехать АМХ 50Б. И он светится, ну фиг знает где, да, но в этом вот промежутке, в пустом его не было, почему я его не видел. Это же несправедливо, как так, этого не может быть, все равно какой-то баг или какой-то лаг, что случилось. А вот и нет, ребят. И вот тут нам нужно обратиться к официальной механике игры от разработчиков, от Wargaming. К сожалению, я сейчас не смогу найти ссылку на это видео, но на официальном канале World of Tanks от создателей игры было видео, где официально говорилось, что лучи засвета, которые находят вашего врага, действуют на разном расстоянии не одинаково. Представьте себе такую вещь. Вот ваш танк едет где-нибудь, ну там посреди открытой карты, посреди песчаной реки, и он должен засветить все, что находится вокруг. Максимум для засвета 445 метров. Так вот представьте, у него из двух точек, из основания орудия, где снайперский прицел как бы исходит, да, и из оптики, которая вверху, исходят во все стороны лучи засвета. Так вот, поймите, люди, есть игровой движок, и он должен все это просчитывать. Ему очень трудно. Есть такой нюанс из геометрии, да, а все мои гайды изначально базировались на геометрии, и ее нужно знать. То есть, чем дальше вам нужно засветить, тем большую площадь вы покрываете вот этими лучами засвета. Все это нужно просчитать. Так вот, зависимость идет этой площади в квадрате от того радиуса, который... То есть, если вам нужно на 100 метров вокруг засветить, то идет одна площадь покрытия, да, вот этого. Если вам на 200 метров нужно засветить, то вот эта площадь, которую вы покрываете своими лучами засвета, будет в 4 раза больше. Не в 2, понимаете, радиус в 2 раза больше, а площадь будет в 4 раза больше. Так вот, чтобы всю эту площадь охватить, нужно, понимаете, в каждый сантиметрик должен быть отправлен луч засвета, который будет просчитывать, если за кустом камень стоит, то попадает ли в габаритную точку, да, по которой засвет происходит танка, или не попадает, где у него там торчит, не торчит, что-то там дуло. То есть, там первая треть, по крайней мере, дула там точно участвует в засвете, а дальнейшая ее длина. И она там, по-моему, немного разнится у танков. Может разниться. Вот, она уже дальше не участвует в засвете. То есть, дула может, ну, кончик ствола, если выглядывает из куста, по нему засвет не произойдет. И, понимаете, башня, там, если на башне, вот есть габаритная точка, если она вот так стоит в кусте, то, ну, там, ее не засветишь. Если человек поворачивает, ну, танк, да, то есть, человек управляет танк, поворачивает башню, и ее, там, половина выехала из куста, то уже попадет в нее луч засвета. Понимаете, это очень большая сложность. И сервер должен это рассчитывать одновременно для каждого танка в бою, для 30 танков. И вот это вот расстояние, все, чтобы его покрыть, в общем, чтобы преодолеть бешеную нагрузку на сервер, сделано так, что чем дальше это расстояние, тем реже исходят лучи засвета. Я объясню такой принцип. Есть мод Аленимер, он же XVM. И, ну, по правильному XVM, да, народное название Аленимер, мне не очень нравится это название. Но, люди жалуются, почему он редко обновляется. Люди, представьте себе, есть 50 миллионов игроков в танке, да, постоянно играющих регулярно, гораздо меньше, а зарегистрированных аккаунтов 50 миллионов. Теперь представьте, есть мод XVM, которому нужно регулярно обновлять информацию про них. Представьте себе таблицу в Excel на 50 миллионов строчек вниз. И представьте себе, что в каждой строчке довольно много разных данных. Таким образом, мы получаем очень серьезную, настоящую информационную базу данных. Тут без шуток, очень много информации, очень много. Если она будет повреждена, эта база данных, это не восстановить просто. Так вот, это огромный объем. И представьте себе, что мод XVM захочет обновлять эту базу данных у себя каждый час. Ему нужно будет каждый час скачивать, ну, обращаться к серверу игры и скачивать вот такой огромный объем информации. Но сервер не выдержит такую нагрузку. Ну, то есть, это огромная помеха в работе, огромная. Поэтому мод XVM обращается к серверу очень, в общем, потихонечку все это скачивает, очень медленно. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. За недельку скачал, оп, обновление. И заново. И вот так непрерывно, круглый год. Качает опять. Недельку покачал, 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 скачал базу данных. Оп, обновление. Если произойдет какой-то глюк за парка, вы будете еще неделю ждать. Это понятная ситуация. Он не может скачивать это каждый час. Таким же образом, точно, ребят, не могут лучи засвета на максимальное расстояние каждую-каждую долю секунды просчитываться у каждого танка в бою. И происходит на сервере 100 тысяч боев. Ну, не 100 тысяч боев, там, например, 20 тысяч боев. И вот в 20 тысячах боев, там, у 30 танков, у каждого вот это так просчитывается. Ну, лопнет сервер, он не может. Все и так на пределе возможностей происходит. Таким образом, ребят, движемся дальше в объяснениях. В официальной инфе от разработчиков по засвету происходило все так. Есть 50 метров, на которые засвет должен происходить железно сразу, через любое препятствие и быстрее всего. Значит, тестирующие лучи выходят в этом расстоянии, всего лишь 50 метров, очень маленькая площадь покрытия. В общем, выходят, исходят эти лучи, да, из двух точек вокруг. Приблизительно 10 раз в секунду. То есть 0,1 секунды, каждый раз тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Идет, как бы, понимаете, мерцание, вспышки идут, тестирующих лучей во все стороны. Очень мало есть препятствий и объектов, которые нужно обрабатывать. В игре мир танков 50 метров это очень малая величина. Хорошо, таким образом, если кто-то подъезжает, там, за сарай, да, его сразу тык, тестирующие лучи, ага, то есть они даже препятствий не видят. Ну, у них там особое, ну, скажем так, особые свойства у этих лучей, им препятствия не важны. И вот они и светят. На расстоянии от 50 до 150 метров эти лучи исходят несколько реже. А именно, ну, я помню, называлось значение, как около 0,3 секунды. Ну, то есть в три раза реже. То есть понимаете, что такое в 120 метрах перед вами, тоже совершенно близко появился танк, тестирующие лучи исходят раз в 0,3 секунды. Представьте себе, что один пакет, один пакет залагал. Один пакет просто, ну вот, не передался интернет, ну что-то там он как-то проглотился, в общем, трафик лагнул и не передал этот пакет. У вас получается танк выезжает и, то есть у вас прошел тестирующий луч и тут же выезжает танк из-за препятствия. Проходит 0,3 секунды, вот этот пакет пропал, не передался и танк дальше выезжает. Получается 0,6 секунды пройдет больше чем полсекунды, прежде чем засветится этот танк. Понимаете? Из-за угла выехал. Но он же вот прямо, ну вот совсем близко, ну как, 120 метров. И вы думаете, как так, почему он аж здесь появился, ну как так? Далее идем. Дальше чем 150 метров, от 150 до 445 метров, ребят, тестирующие лучи исходят 1 раз в 2 секунды. Информация была такая. И на сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что оно было изменено на более высокую частоту. Почему? Потому что сервера лопаются от нагрузки. Потому что игроков все больше, рандомных боев все больше. Каждый день идет накат, накат и накат, все раскалено. Там в офисах уже разработчиков не знают, как оптимизировать, чтобы не лагали сервера, чтобы в бою все гладенько было. Им нет никакого смысла сейчас делать чаще вот эти вот тестирующие лучи. Понимаете, вот у всего сервера, у всех танков чаще тестирующие лучи. Не выдержит нагрузка. Поэтому, ребят, 1 раз в 2 секунды исходят тестирующие лучи. Поэтому можно делать эксперимент. Я делал эксперимент на Энске, например, когда вы стоите в узком просвете по железной дороге вдоль, между вагонами, когда светите. Враг может проехать. Один враг, второй враг. Вы не засветите их. Они за 400 метров. Вы с трубой включены и все, на максимальном обзоре стоите. Один проехал, второй. Их как будто не было. Вы не знаете, что они там проехали. Едет третий, у вас тестирующий луч в это время, вот как раз сработал, вот в этом просвете. Они пошли всюду, на каждый сантиметр пошли тестирующие лучи. Ну, как волна, оп, излучение, да, вот. Раз, вы поймали его, как бы все, вам его показало. То есть, понимаете, могут три танка, вот так, один, второй, третий проехать, вы засветите только один. Потому что один раз в 2 секунды это происходит. Так вот, ребят, смотрим теперь на игру. Ну, смотрим внимательно, свободной камерой и видим, что до вот этого AMX50B 296 метров. Это в два раза дальше, чем 150 метров. И на это расстояние мои тестирующие лучи, то есть, я их постоянно называю тестирующими лучами. Но, ребят, к сожалению, я оговорился. Это лучи засвета, называется по-правильному. И я не буду переделывать видео из-за того, что я один раз оговорился, ну, несколько раз оговорился. То есть, лучи засвета, да. И вот этот AMX50B, когда он выезжал, он ехал довольно быстро. И получается, вот у меня прошли лучи засвета вот здесь, да. И все, он выезжает. Прошла одна секунда, вторая секунда. И только вот здесь, ну, вот там на полметра раньше, да, вот он появлялся, я его увидел. Таким образом, ребят, ну, получается довольно-таки, ну, все понятно, все объяснимо. К сожалению, это напрягает, согласен. Но теперь, когда вы будете на моем месте, да, в бою, вот здесь на моем месте, то есть, я еще раз покажу, как все закончилось. Вот, пожалуйста, я не знал, что делать. Вперед-назад, я надеялся, вдруг он, может быть, высунется, там, что-то, как-то. Я понимаю, что я под артой, мне не уехать. И, пожалуйста, меня убили. Ребят, просто в другой раз на моем месте вы хотя бы будете целиться вот сюда, сразу на упреждение, если танк будет выезжать, да. Вы будете, вот, сектор поставите, чтобы вот этим краешком вот сюда охватывать, вот так. И целиться будете вот сюда. Да, потому что, если он появится вот здесь, вы его сразу и, давайте, приближу. То есть, вот сюда вы целитесь, да. И если он вот тут появится, чуть левее, то вы сразу его на упреждение и прихлопните. Но вы не будете целиться вот сюда, чтобы танк появился здесь, а потом психовать. Как так? Интернет проклятый, лагает, все. Клиент, компьютер старый, не отрисовал мне танк. Иногда компьютер из-за того, что старый плохой видеокарта греется, не отрисует вам танк. Но, ребят, сейчас ситуация произошла совершенно нормальная. Она укладывается в игровую механику. Таким образом, вы поняли, вот в таких ситуациях, если расстояние больше 150 метров, ждите, пожалуйста, танк сразу с припуском на упреждение, а не так, как невезучий я сделал, забыв почему-то в пылу боя об этой фишке. Ребят, я вам всем желаю нагиба, я вам всем желаю понять и хакнуть эту механику игры. С вами был 40тон. Удачи!